Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Курортный сбор в Сочи этим летом брать не будут. Нововведения решили перенести на следующий год. Сегодня сочинская таможня отметила 170 лет со дня образования. Корректировки в даты внесли исследователи архивов. В Сочи активно ловят бомбил. Лишиться колес можно на срок до двух месяцев, а то и вовсе остаться без автомобиля. В Сочи открыли мемориальную доску воинную энергетику Григорию Некрасову. В здании раньше располагалась первая городская электростанция. Исполнение майских указов президента проверили сегодня на заседании Госсовета в Кремле. Владимир Путин поручил с 2019 года ввести постоянный механизм переселения из ветхого и аварийного жилья. При этом на переходный период должно быть продлено действие фонда ЖКХ. Участие в обсуждении принял и губернатор Краснодарского краевения Мин Кондратьев. Владимир Путин акцентировал внимание на улучшение работы многофункциональных центров и на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. Прошу взять на себя персональную ответственность, уважаемые коллеги, за ситуацию. Не посылать объясняться подчиненных, а самим прийти к людям и четко сказать, когда они смогут переехать в новое жилье. Одновременно хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается. Хочу повторить, важны не только сроки, но и качество жилья. Также прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам, не были включены в программу переселения. В Краснодарском крае за 4 года расселено 108 аварийных многоквартирных домов. Это почти 3,5 тысячи человек. Также продолжается строительство нового жилья, куда должны будут переехать люди. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что размер курортного сбора будет дифференцирован. К примеру, размер сбора в Сочи будет отличаться от суммы, взимаемой из туристов, например, в Темрюкском районе. Будет учитываться и сезонный фактор. Напомню, введение курортного сбора в Краснодарском крае решили перенести на следующий год. В соответствии с проектом федерального закона, курортный сбор не будет превышать 100 рублей в сутки. Также предполагается не брать плату с целого ряда граждан, относящихся к льготным категориям. Это ветераны войны, инвалиды, несовершеннолетние дети, малоимущие семьи. Законопроект предполагает возможность регионам самостоятельно устанавливать перечень льготников и размеры курортного сбора. Кондратьев отметил, что подобная мера является необходимостью, так как количество отдыхающих в крае непропорционально сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет региона. И напомнил, что согласно законопроекту, средства от сбора будут поступать в региональный бюджет через специально созданные фонды и направляться исключительно на развитие инфраструктуры и благоустройство курортных городов. Курорты Краснодарского края из года в год должны предлагать все более высокий уровень сервиса, а это невозможно без модернизации инфраструктуры, прежде всего коммунальной. Напомню, президент России Владимир Путин в сентябре поручил правительству ввести курортный сбор до марта. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России. В Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Севастополе и на Алтае. Но этим летом платить туристам не придется. Введение курортного сбора перенесли на 2018 год. С 4 по 7 мая в горах Сочи выше полутора тысяч метров лавина опасна. Спасатели просят жителей и гостей курорта воздержаться от походов в горы. Ну и в случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010. К другим новостям. Важная дата. Сегодня сочинская таможня отметила 170 лет со дня образования. Круглой дате посвятили торжественное собрание с вручением благодарственных письм и памятных знаков. Еще несколько лет назад днем образования сочинской таможни считалось 10 февраля 1978 года. Но исследователи архивных источников установили, что первые документальные подтверждения деятельности таможенных учреждений на Черноморском побережье относятся к 19 веку, а именно к 4 мая 1847 года. А это значит, что сочинской таможне 170 лет. Важную дату отметили сегодня торжественным собранием с вручением благодарственных писем и знаков отличия за безупречную службу. Больше века профессионально решают сочинские таможенники, поставленные государством задачи по наполнению федерального бюджета, обеспечению экономической безопасности страны. Сегодня сочинская таможня – современная высокоэффективная служба с новейшими информационными передовыми технологиями, способная четко и компетентно решать задачи по защите экономических интересов государства. Сочинская таможня приобрела колоссальный опыт. Новый виток в ее деятельности был ознаменован выбором города Сочи в качестве претендента на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2014 году. И как вы помните, это было нелегко. Это было новое. И такое количество иностранцев, конечно, в городе не было никогда. Но справились замечательно. Не было никаких нареканий. Действительно, в последнее время специфика работы таможенной службы обусловлена проведением в Сочи крупнейших соревнований и форумов. Например, во время всемирных военных игр на таможенном посту в аэропорту оформили более 600 мест багажа. Это спортинвентарь, снаряжение, спортивное оружие общим весом свыше 12 тонн. А во время «Формулы-1» сочинская таможня обработала более 600 тонн грузов. Таможню прошли более 1300 участников мировых автогонок. Впереди решение не менее важных задач – Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу. Что касается итогов работы, в 2016 году благодаря таможенникам в федеральный бюджет перечислено порядка 347 миллионов рублей. Возбуждено 11 уголовных дел, более 1200 – дел об административных правонарушениях. Выявлено порядка 7 тысяч единиц контрафактной продукции. ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права. Первый замначальника ведомства Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Так, если гражданин уже получил удостоверение, а позднее выяснилось, что основанием для выдачи были поддельные документы, например, медсправка, свидетельство об окончании автошколы и тому подобные, то права аннулируются. В единую базу данных госавтоинспекции вносится соответствующая запись, а гражданину направляется письменное уведомление. Разъяснена ситуация, когда человек с украинскими правами желает получить права российские. Для этого он заново сдает экзамены. При этом госавтоинспекция России направляет в ГАИ Украины запрос, не лишен ли этот гражданин прав. Если ответа на запрос не приходит, то выдаются российские права. Но если информация придет позже, удостоверение будет аннулировано. Отмечу, что ГИБДД также выпустило разъяснение для регионов и автошкол, каким образом нужно принимать экзамены у будущих водителей. Этот документ, как считают эксперты, во многом противоречит действующему регламенту. Однако у будущих водителей не должно быть поводов для беспокойства, так как разъяснения во многом сделаны в пользу кандидата в водители. Специалисты Департамента транспорта города совместно с представителями ГИБДД и УВД Сочи в преддверии курортного сезона продолжают активно выявлять нелегальных перевозчиков такси. Несколько раз в неделю, причем одновременно во всех районах курорта, проходят проверки. Каковы их результаты, расскажет Рината Шипулина. Ежедневно на дороге курорта выходят сотни машин такси. При этом мало кто при заказе интересуется, имеет ли право данное авто и водитель осуществлять пассажирские перевозки. А ведь от этого напрямую зависит безопасность поездки. Закон, регулирующий сферу таксомоторного бизнеса, игнорируется многими водителями. Нелегальные перевозки – явление массовое и сложно контролируемое. Распознать бомбил практически невозможно, но специалисты все же находят методы. На водителей составляют административные протоколы, выписывают штрафы, автомобиль отправляют на стоянку, а дальше судебное разбирательство. Лишиться колес можно на срок до двух месяцев, а после нескольких таких нарушений машину могут и вовсе конфисковать. С начала этого года проведено более 90 рейдовых мероприятий, изъято около 85 транспортных средств. Это означает, что фактически водители осуществляли деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешительных документов. Если воспользоваться нелегальным перевозчиком, соответственно, человек не проходит медосмотр. Никто не знает технический осмотр, проведен этого автомобиля или нет. А легальный перевозчик, соответственно, каждый день проходит технический осмотр. Сергей несколько лет работает в такси. Пакет документов, осмотр медицинский и технический – обязательные условия для выхода на линию, которые водитель соблюдает исправно. Утром, приходя на базу, я прохожу медика, подаю машину на яму для осмотра механика. И при том, что я выходя на линию, я гарантирую безопасность пассажиров и исправность своего автомобиля. Это нелегалы, ну, тут сказать, они ездят на свой страх. То есть неизвестно, на какой ямочке на наших дорогах у него отвалится колесо или не отвалится. В каждой машине, работающей легально, обязателен и пакет документов. Следят водители и за санитарным состоянием авто. При необходимости пассажиру предоставят и чек поездки. С утра выезжаю, во-первых, на мойку заезжаю, где-то что-то не дотерли, я сам подтираю все, чтобы машина чистенькая была, ухоженная. Ставлю все, как положено по знакам такси. Это значит, люстра и боковые шашечки. Между тем, серьезные наказания для нелегальных перевозчиков пока законодательно не предусмотрены. И сочинские власти выходят с предложением о внесении изменений в краевой закон о деятельности таксомоторов, что позволит контролировать как налоговые поступления, так и безопасность самих перевозок. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Акция «Бессмертный полк» внесет коррективы в схему движения на дорогах Сочи. Временные ограничения 9 мая будут действовать во всех районах курорта. В Адлере движение автомобилей будет ограничено с 8 до 11 утра от пересечения улиц Ленина и Калинина до улицы Просвещения. Далее по улице Кирова до улицы Крупской и до площади памятника адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной. В Хосте движение будет ограничено с 8.45 до 11.00 от памятника Красным Партизанам по улице Октября до памятника Воинам Хостинцам по улице Платановой. В Лазаревском будут перекрыты с 8 до 12.00 дороги от кинотеатра «Восход» по улице Партизанской до улицы Колораша, по улице Победы до памятной Стеллы, далее от улицы Победы и Павлова до храма Рождества Богородицы. А в центре с 9.30 до 13.00 транспорт не будет ходить от театральной площади по улицам Театральная и Курортный проспект до Стеллы подвиг во имя жизни. У Зимнего театра схема движения изменится уже вечером 8 мая. В течение суток транспорт будет направляться вокруг здания театра. Стоит иметь в виду и изменения на других городских участках. 9 мая с 16.30 до 17.30 от площади Южного Мола до площади Северного Мола Мурпорта торжественным маршем пройдут финалисты городского конкурса «Строи и песни». По этому же пути с 19.30 до 22.00 проследуют участники акции «Свеча памяти». Также с 7.00 до 14.00 ограничения будут действовать у мемориала в микрорайоне Завокзальный. В этот период сочинцев и гостей курорта просят не оставлять свой транспорт на площади у Зимнего театра, площади Южного Мола, у мемориала в микрорайоне Завокзальный, а также по маршруту следования акции «Бессмертный полк». К слову, праздник на площади у Южного Мола начнется в 9 часов с прямой трансляции «Парада Победы» на Красной площади. Для гостей будет работать полевая кухня, развернется выставка вооружения и боевой техники. Здесь также пройдут показательные выступления сотрудников спецназа, выступят финалисты городского конкурса «Строи и песни». В 19.00 на площади начнется гала-концерт «Салют Победы», который завершится праздничным фейерверком. Кроме того, по традиции в этот день вход во все городские музеи будет свободным. Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России. Теперь ленту можно повязать только на лацкане пиджака, сообщает сайт «Известия.ру». Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило новые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 мая. С этого года ленточку можно повязать только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку. По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде. Ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим. В Сочи сегодня торжественно открыли мемориальную доску «Войную энергетику» Григорию Некрасову. Он погиб на Карельском фронте в мае 1942 года. Идея установки мемориальной доски на здании, где раньше располагалась первая сочинская электростанция, принадлежит «Кубаненерго». Летом прошлого года в Лаухском районе Карелии поисковым отрядом Северодвинска были найдены останки 14 военнослужащих. У одного из павших солдат был найден медальон, по которому удалось идентифицировать уроженца Кубани. Нашлись и родственники павшего бойца. По инициативе «Кубаненерго» останки Григория Некрасова были доставлены в Сочи. И при поддержке городской администрации 9 декабря торжественно захоронены на мемориальном комплексе в завокзальном районе. В истории города это первый, может быть, последний случай, когда спустя столько лет солдат возвращается на родину. Эта доска мемориальная, она дополнит тот список 214 памятников Великой Отечественной войны, которые есть на нашей территории. И, безусловно, само по себе значение этого мероприятия, которое сегодня получило такую финальную точку, оно не имеет цены. До войны Григорий Некрасов работал машинистом на сочинской электростанции. Тогда она находилась на улице Паярка-2. Поэтому коллектив «Кубаненерго» решил именно здесь увековечить память сочинского энергетика и за счет своих средств установить мемориальную доску. Пример Григория Некрасова стал таким положительным примером не только для сотрудников нашей компании, но и для всей молодежи города Сочи, которые, узнав о его подвиге, еще больше прикоснулись к истории и стали гордиться не только нашей страной, но и нашими ветеранами. Он, как энергетик, имел определенную бронь, которая позволяла ему не уходить на фронт. Но он вышел туда добровольцем и не вернулся с войны. Григорий Некрасов мобилизовался на фронт на четвертый день войны, а погиб 6 мая 42-го в ходе Кестинской наступательной операции. Теперь имя воина-энергетика Григория Некрасова навсегда вписано в летопись города. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. В гимназии номер 15 прошел смотр строя песни. Оценивали его участники и ветераны Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню Победы. Начался осмотр торжественно с выноса сразу трех стягов России, Кубани и флага 15-й гимназии. Самые достойные ученики становятся обычно участниками знаменной группы. Затем было серьезное испытание для первоклассников. Раз, два, три, отряд, прямо шагом марш, девочки, девочки, раз, два, три. Это их первое участие в смотре струи и песни. Ребята очень старались. Готовились заранее, учились маршировать, разучивали песни, но родители помогли с костюмами десантников, моряков, летчиков. У старшеклассников опыта побольше. Они уже становились победителями городского смотра конкурса струи и песни. 27 февраля на театральной площади им в строевой подготовке не было равных. Наш город гимназисты представляли потом в крае. Дети должны знать свою историю. Они должны знать историю страны. Они должны знать историю семьи. Они должны знать историю государства. И тогда мы можем совершенно спокойно двигаться вперед. Среди почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны. Они и стали самыми строгими судьями школьной строевой подготовки. Молодцы. Это настоящее будущее, замена наших участников и ветеранов войны. Будущие наши защитники Родины. Очень хорошо подготовлены и растет хорошая смена нам. Ура! 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 Вот так. Ну я же бабушка, мне очень понравилась. Зато дома сет, а тут прямо с душой я смотрела. Очень хорошо. Молодцы детки, молодцы. А в награду за труды самая настоящая солдатская каша. Одна из воинских частей Сочи друзья 15-й гимназии предоставили полевую кухню. И оценивая вкус гречки с тушенкой, школьники узнали, какой кашей кормили бойцов тогда в далеком 41-м. Они уже мало ели, и когда давали такую вкусную кашу, я думаю, им гораздо вкуснее было. У нас от класса каждый год девочки и мальчики выходят на бессмертный полк, вспоминают своих дедов, прадедов, которые были на войне. И это все память вечная, навсегда. А школьники еще раз смогут попробовать вот такую солдатскую кашу 9 мая. На многих площадках города в этот день развернутся полевые кухни. Глава Сочи сегодня встретился со студентами сочинского профтехникума и торгово-технологического техникума. Тема встречи и трудоустройства. В зале будущие выпускники и их потенциальные работодатели. В таком формате глава Сочи проводит встречи регулярно во всех высших и средне-специальных учебных заведениях. Задача рассказать студентам о возможностях, которые сегодня предлагает курорт молодым специалистам. Здесь же мургорода советуют работодателям делать ставку на местных соискателей. В сочинском профессиональном и торгово-технологическом колледжах выпускают слесарей, электромонтажников, мастеров отделочных строительных работ, мебельного производства и поваров. Рабочие профессии очень востребованы на курорте, отметил Анатолий Пахомов. Город-курорт Сочи сегодня, во-первых, с каждым годом увеличивает рабочие места. И с каждым годом все больше и больше переходит на работу круглый год. И поэтому, если раньше все наши рестораны, кафе, столовые, они работали 3-4 месяца, в лучшем случае, сегодня они работают круглый год. Вот круглогодичная работа, она дает возможность иметь постоянный персонал. И постоянный персонал дает нам качество услуг. Анатолий Пахомов подчеркнул, студентам не нужно бояться начинать с небольшой зарплаты и должности с числа, например, обслуживающего персонала. Важно просто с чего-то начать и получить такой нужный молодому специалисту опыт. Всего же в банке вакансий курорта сегодня около 2000 предложений. В Сочи пройдет открытое первенство города по фехтованию. 5 и 6 мая в соревнованиях примут участие около 240 спортсменов из Сочи, Краснодара, Белореченска, Ростова-на-Дону, Севастополя, Армавира, Республики Северная, Осетия, Алания. Первенство города по фехтованию посвящено Дню Победы. В состязаниях примут участие воспитанники 9-й спортшколы. В Сочи фехтованием занимаются 159 подростков. В программе турнира фехтование на рапирах, саблях и шпагах. В соревнованиях примут участие юноши и девушки не старше 17 лет. По серпантину на скорости на курорте пройдут традиционные горные автогонки. Четвертый этап чемпионата Краснодарского края по горным гонкам состоится 20 мая по дороге на Большой Ахун. Старт назначен на 9 утра перед зданием администрации Хостинского района. Для проведения соревнований выбрана трасса, в которую войдут 5 скоростных участков по 4700 метров каждый. Финиш гонки и награждение победителей призеров пройдут на вершине горы Ахун. В связи с тем, что автогонки пройдут по дороге общего пользования с 8 утра до 8 вечера, будет действовать ограничение движения личного и общественного транспорта по улице дорога на Большой Ахун. На отрезке от ресторана ПАЦХа до площадки для парковки автомобилей на горе Ахун. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.